Друзья, всех приветствую! Сегодня хотелось бы рассказать вам о еще одном интересном инструменте, который может помочь заработать на финансовых рынках, особенно в свете тех колоссальных возможностей, которые на рынках сейчас присутствуют. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию еще один ролик, который тут же будет добавлен в секцию образовательных видео, и тема сегодняшнего ролика – ETF-контракты. ETF – аббревиатура, которая переводится как «Инвестиционный фонд, акции которого торгуются на бирже». Самыми простыми словами, ETF – это собранная управляющая компания корзина акций, облигаций или товарного сырья. Также это самый простой способ вложиться в ценные бумаги и купить весь рынок целиком с минимальными затратами. В отличие от акций, ETF – это не одна ценная бумага, а их набор. По сути, приобретая ETF, инвестор получает уже готовый и диверсифицированный портфель. Самыми популярными ETF являются индексные ETF. Как правило, индексные ETF следуют за каким-либо индексом, например, за индексом S&P 500. Как вы знаете, индекс S&P 500 называется так, потому что в него входят акции 500 крупнейших компаний США. ETF на такой индекс также будет включать в свою корзину акции всех этих 500 компаний. Тут же возникает резонный вопрос. Зачем вкладываться в ETF? Зачем связываться с этим инструментом, если каждый инвестор может самостоятельно собрать портфель из акций этих 500 компаний? Честно говоря, это очень рутинный процесс. Только представьте, имея брокерский счет, вы решите действительно собрать портфель из 500 крупнейших компаний США. То есть вам придется в моменте открытия 500 сделок. А если детализировать эту торговую активность и принять к сведению, что покупка отдельных бумаг, это, как правило, приобретение бумаг с очень серьезными маржинальными требованиями, это серьезные затраты, банально можно сказать, что на такой портфель большинству инвесторов вовсе не хватит денег. Но расстраиваться не нужно. Вместо вас это уже сделала крупная управляющая компания, у которой есть первоначальный капитал, чтобы такой вот индексный портфель собрать. А частный инвестор просто купит долю акции этого портфеля и сразу же станет совладельцем всех 500 крупнейших компаний США. Разумеется, как и сам индекс S&P 500, индекс на ETF, индекс на него, также будет то расти, то падать, полностью повторяя его динамику. В этом, правда, есть одно из главных преимуществ такого ETF. Ведь, как показывает практика, ключевые индексы американского фондового рынка в долгосрочной перспективе только лишь растут. Интересная статистика. Крупная аналитическая компания Morningstar отследила за 20 лет доходности совершенно разных по структуре диверсификации состава инвестиционных фондов. Из практически 500 фондов опередить индекс, то есть получить доходность выше, смогли только меньше 3%. Можно сказать, что 97% фондов были менее доходными, чем тот же S&P 500. Поэтому зачем что-то выдумывать, экспериментировать, когда можно просто следовать за индексом, покупая ETF на индекс S&P 500. Помимо индексных ETF, есть также товарный ETF, ETF на нефть, солнечную энергию, биотопливо, на золото или в целом рынок драгоценных металлов. Индустриальный ETF – это фонды, которые специализируются на ценных бумагах компании одной отрасли и облигизационные, когда портфели формируются из облигаций как по странам, так и по отраслям. Плюсы ETF – это широкая диверсификация, высокая ликвидность и абсолютная прозрачность фонда. Ну и, конечно же, низкие комиссии до 2%, то есть это вознаграждение за управление. В сухом остатке, друзья, получается то, что если у вас нет времени разбираться в тонкостях рынка, а хочется вложить надолго, то ETF – это именно то, что вам следует освоить. Инвестирование через ETF снимает с инвестора часть рутинных задач, о которых я говорил, начиная от первоначального формирования портфеля и заканчивая более сложных процессов, таких как реинвестирование и ребалансировка портфеля. Порог входа в ETF зачастую в разы меньше, чем в отдельную бумагу, которая может ввести фонд. В ходе следующих видео я детальнее расскажу, какие ETF сейчас являются самыми востребованными, какие ETF и где можно приобрести, и, конечно же, на какую доходность по ним стоит рассчитывать в 2021 году. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.